МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала Огненск ТВ продолжает программа Власть. В студии для вас работает Ильхам Нигматуллин. Сегодня гость нашей программы глава администрации города Огненска Татьяна Николаевна Леонова. Татьяна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли в вашем плотном графике время, чтобы прийти к нам на программу. Накопилось много вопросов, которые мы сегодня, надеюсь, с вами и охватим. Первый вопрос. Сейчас прекрасное время года, весна, и хочется начать эфир с приятного для всех горожан. Вопросы начавшихся работ по благоустройству выбранной в прошлом году жителями города Огненской территории. Это сквер возле кинотеатра «Мир». Расскажите, пожалуйста, о ходе работы. Но для нас очень важно, что эта территория, которую выбрали горожане, активно сейчас благоустраивается. Сделано очень много уже работ, выстроены из сформированной дорожки, уже выложен бордюрный камень. Очень много переживали жители за деревья, липовали и все сохранены. Были только убраны ветки, которые уже умерли или закончили свое существование. И, соответственно, мы сейчас уже думаем о том, какие будут куплены новые растения. И я думаю, что с опережением графика закончится даже работа по благоустройству. То есть к дню города у нас с вами уже будет выложена и плитка, и посажены деревья. Поэтому мы получим очень хорошую территорию в нашем любимом месте, в котором выбрали наши жители. Теперь одна из самых актуальных тем, опять же, что касается благоустройства, это голосование по комфортной городской среде. К сожалению, как известно, Огнесс пока не достиг нужных показателей по голосованию. Поэтому предлагаю еще раз сообщить телезрителям о предложенных территориях для благоустройства. Напомните, какой план по числу проголосовавших и сколько на сегодняшний день проголосовало жители? Самая последняя информация на 8.30 нас проголосовало 7,5 тысяч. Нам нужно 12,5 тысяч. 60% от нашего плана мы достигли, но это только 60%. То есть нам нужно, чтобы еще 5 тысяч человек проголосовало. Татьяна Николаевна, давайте вот в общем сейчас расскажем для тех, кто может первый раз слышать, что такое голосование по этой программе комфортная городская среда. Мы все вместе выбираем ту территорию, на которую будет выделено федеральное финансирование на следующий год. В этом участвуют все районы и Калужской области, и вообще все регионы Российской Федерации. У нас с вами есть три территории. Первая территория — это перед площадь Дома ученых. Почему выбрана эта территория как одна из возможных? Потому что очень важно довести те работы, которые мы начали в прошлом году. У нас с вами появился скейт-парк, но это только часть, площадь очень большая. У нас с вами к Дню мирного атома появится аллея атомных городов, и это подарок физико-энергетического института городу, для того, чтобы еще часть площади была, соответственно, сделана. В этом году запланированы в бюджеты финансирования, чтобы мы могли сделать все инженерные коммуникации. Потому что нам в таком большом пространстве нужно, чтобы был и свет, чтобы была вода, чтобы были общественные туалеты, чтобы, соответственно, был атриум, спортивные площадки. Для этого нужна инженерная инфраструктура, и в этом году мы ее обязательно сделаем. Вот что будет дальше на следующий год, какое финансирование, какие объекты появятся, тоже зависит от жителей. Это одна территория. Вторая территория — это улица Энгельса, и если вы помните, в прошлом году эта территория набрала большое количество голосов. Она была вторая после кинотеатра «Мир», и, конечно, она тоже требует особого внимания, финансирования. Очень большое количество жителей города там имеет свои квартиры. Это и место притяжения, где у нас с вами расположены и объекты культуры, и музыкальная школа. Очень важный кусок для тех же любителей покататься на велосипедах, потому что мы возвращаемся тоже к идее велодорожки. И необходимо закольцевать нам те уже этапы, которые сделаны. Поэтому кинотеатр улица и сквер на Энгельса был бы, конечно, очень правильным продолжением, как и в прошлом году выбранная территория у кинотеатра «Мир». То есть это тоже место притяжения наших горожан, и для нас важно и улица Энгельса, и сквер на ней, чтобы был приведен в порядок. Ну и третье, мы говорили, это около 51 микрорайона, это сквер около нового детского сада, который появился. Хотелось бы довести до конца и эту часть города. Никто не верил, что так быстро построим детский сад. Детский сад построили, но вот хотелось бы привести в порядок сквер. Но если понимать текущую ситуацию, то, наверное, все-таки две территории, которые между собой сейчас начинают более активно бороться, или это у нас Энгельса, или площадь перед домом ученых. Я хочу сказать, что от вас зависит, от каждого голоса горожанина, какая именно территория станет победителем. Для нас действительно очень важно, чтобы финансирование пришло в город. То есть это дополнительные средства, которые придут кроме нашего городского бюджета. Поэтому регион, если проголосует даже полностью, как в прошлом году, он это финансирование получит. Но вопрос, сколько получит из него Обнинск. В прошлом году мы с вами не добрали небольшое количество голосов, потому что мы ставили планку 15-16 тысяч, набрали 12 с половиной. Да, мы получили финансирование, но мы не получили его в полном объеме. То есть мы просили 33 миллиона, мы получили 23. Исходя из этого, нам пришлось сократить площадь той территории, которую мы благоустроили. Поэтому очень важно, чтобы мы выполнили наши показатели. Еще раз призываю каждого зайти на сайт госуслуг за городсреда.ру, там выбрать Калужскую область, выбрать Обнинск, там есть три территории, подробное описание каждой территории, поставить галочку напротив той, которая больше понравилась, и все. Это максимум две минуты. Но это ваш вклад, это ваш вклад в развитие города, и это ваш выбор. Поэтому у нас с вами есть не так много времени до 30 мая. Прошу каждого, кто еще это не сделал, обязательно проголосуйте. Кроме того, могут голосовать ребята, молодежь с 14 лет. То есть в данном случае и старшеклассники могут тоже отдать свой голос. Если для кого-то трудно это сделать через госуслуги, есть много волонтеров, можно проголосовать в наших библиотеках, можно проголосовать в Олганском молодежном центре. Поэтому здесь волонтеры помогут. Ну и мы, конечно, стараемся на открытых площадках, на местах, чтобы наши волонтеры тоже, соответственно, помогали жителям города голосовать. Поэтому если к вам подойдут на улицах городов и спросят о том, голосовали вы или нет, то не удивляйтесь. Это значит, люди пытаются вам помочь сделать свой выбор. Если вы проголосовали, ну хорошо, если нет, то подключайтесь, они вам помогут. Надо еще напомнить, что благодаря этой программе город стал красивее. Вот пример, допустим, территории Гурьяновского леса, пешеходная часть улицы Липунского, рекреационная зона у дома номер 13, по улице Курчатова, это все было сделано благодаря этой программе. Да, да, эта программа не первый год. И главное, что жители определяют эти объекты. Для нас очень важно, жители не только определяют, еще и получают на это финансирование. Татьяна Николаевна, есть другие вопросы о благоустройстве, которые волнуют горожан. В частности, хотелось бы узнать об устранении недочетов на Горбатом и на улице Липунского. Это очень важно не только построить, да, и не только благоустроить, но и поддерживать в хорошем состоянии. Я благодарна жителям, что они очень чутко следят за тем, как объекты переживают зиму, как они выходят, потому что все-таки наша погода и природа не оставляют объекты без своего воздействия. Поэтому, конечно, очень важно все привести в порядок в начале весны. И основные все замечания устранены и на Липунского, и на Курчатова-13. Поэтому сейчас все приведено в исходное состояние. Единственное, что я хочу сказать, что на Курчатова-13 мы за это время лишились большого количества растений. Люди уносят их. Да, поэтому тоже обращаюсь к жителям. Мы с вами вкладываем деньги и финансирование, чтобы город был крэш. Но давайте оставим эти растения все-таки в городе. Я не думаю, что то, что вы несете к себе на участок или еще что-то, вас очень порадует. Но для нас с вами это большие потери. Большие потери даже больше не финансово, а моральные. Потому что когда мы с вами голосуем, когда мы с вами выбираем территорию, когда мы хотим сделать город чище, а потом мы понимаем, что не только что-то разрушено, но выкопаны растения и унесены домой. Но я думаю, что здесь мы как-то должны все-таки думать о том, что город он наш. И все, что находится даже за пределами нашей квартиры или нашего садового участка, это тоже все наше. Поэтому какой город будет, зависит от нас с вами. Поэтому прошу вас, не выкапывайте те растения, которые город на средства же горожан высаживает на клумбах, различных, как сказать, объектах и так далее, и так далее. Удивительно. Татьяна Николаевна, следующая тема – это ремонт дорог. Какие планы? И я знаю, что отремонтировано покрытие в Кончаловском тоннеле. Наши зрители спрашивают, когда будет выполнен ремонт в тоннеле на Южном въезде. На Южном въезде работы начнутся на следующей неделе. Не так просто проводить ремонт, кроме того, что у нас действительно очень большой поток машин. И большие ограничения у нас высота туннеля. Не вся ремонтная даже техника туда заходит. И, соответственно, сейчас готовимся к тому, чтобы технологически, оперативно и быстро сделать. Но и в то же время сделать покрытие, которое бы прослужило какое-то время. Потому что туннель, который выезд как раз к Варшавке отремонтировали, сделали. Сейчас вот этот кусок. Но и очень много дорог, которые мы с вами ремонтируем в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Я думаю, что вы видите и следите за теми публикациями, которые идут у меня в соцсетях и в соцсетях администрации, что на Циолковском большой объем работ сделан. И идем с опережением графика. И выставлены бордюры, тротуары уже один слой асфальта прокатали. Поэтому здесь закроем раньше срока. Второй у нас большой объект здесь. Это Борисоглебская. Борисоглебская, вы тоже знаете, что была небольшая сдвижка по началу работ. Но 3 мая, как обещали, работы начатые. Сейчас ведется установка и бордюрного камня. Дополнительно будем выделять финансирование для того, чтобы построить тротуары там, где их не было никогда. То есть в рамках МКД мы ремонтируем то, что есть. Но еще город выделит финансирование, чтобы все хусты, где нет и не было никогда тротуаров, они были сделаны. На Пяткинском проезде расторгнут контракт с предварительным исполнителем в связи с тем, что он отказался выполнять эти работы. Соответственно, подрядчикам был заплачен штраф 1 миллион рублей. Мы подготовили новый комплект документов. 25 числа он будет размещен на площадке. Мы надеемся, что выйдет достойный игроки и определится сильнейший. После 25-го 10 дней будет размещена информация на площадке. После этого заключение контрактов. Мы успеем сделать все работы необходимые в летнее время. Поэтому, да, сдвижка по срокам есть. Но, тем не менее, весь объем работы будет сделан. Благоустройство нашего города, не только ремонт дорог и преображение территории, это также чистота и порядок. Анастасия Николаевна, активно ли это весной проходят субботники в городе? Субботники прошли очень активно. Они продолжаются. Еще раз говорю, огромное спасибо горожанам. Всем, кто проживает в нашем городе. Всем активным гражданам. Всем тем, кто объединяет вокруг себя людей. Потому что это и разные территории, и разные коллективы. Где-то это коллективы предприятий, где-то это ТОСы, где-то это те, кто собирается под экологическую тематику, как чистые игры. Где-то это те, кто собираются под историческую тематику или защиты и охраны памятников. И такое количество людей, которые в этом году вышли на субботников, мы очень рады этому. Мы не ожидали. И было убрано очень-очень большое количество мусора. Еще раз говорю, спасибо всем большое. Но с другой стороны, есть одна сторона медали, есть другая. Кто-то приносит такое количество этого мусора в наши лесопарковые зоны, на протву, в скверы. Его там оставляют. Очень обидно слышать от жителей, когда говорят, слушайте, ну мы же только убрали. Вы только что убрали комсомольские пруды. Опять грязно там, да? То есть опять. Но мы с вами, то есть, знаете, все время какая-то идет внутренняя борьба. Одни убирают, другие приносят этот мусор. Поэтому очень много сил и средств идет в нашем муниципальном предприятии коммунального хозяйственного уборка. Вы видите, как город растет, растут кварталы, растет количество улиц, объектов, которые нужно убирать. И люди выходят рано-рано утром для того, чтобы привести в порядок. Но есть еще те территории, которые относятся или к дворам, да, то есть где уже должны управляющие компании отработать. Или есть общественные территории, которые мы с вами вместе должны поддерживать. Поэтому спасибо огромное всем, кто вышел на субботники. Мы будем обязательно продолжать эту нашу прекрасную традицию, потому что это то, что объединяет нас, как жители города. Потому что каждый житель заинтересован, чтобы город был самый лучший, самый красивый, самый чистый. Поэтому, несмотря на погоду, несмотря на снег в этом году, на дождь, город убрали. И город будем поддерживать вот в таком состоянии и стараться, чтобы у нас было только крыши. Татьяна Николаевна, расскажите о новой акции вывозе автомобильных покрышек из города. В этом году был первый массовый вывоз покрышек. Порядка тысячи покрышек было вывезено из города. И вопрос, ведь это не только эстетический вид, когда ты понимаешь, заходишь, например, во дворы и видишь не очень приятное зрелище. Но вопросы в экологии — это высокого класса опасности. И для нас с вами важно, чтобы мы, город, действительно сделали экологически чистым. Это один из шагов. Но я хочу сказать, что эта акция будет продолжаться. Примерно в следующей неделе будет очередной вывоз, потому что управляющие компании сказали, что они собрали уже порядка 500, может быть, и будет больше. И еще раз говорю, спасибо огромное, что все, кто подключился к этой акции. Потому что вы видите, какое количество материала экологически нечистого у нас было во дворах. И то, что мы это сделали, огромные молодцы. А где можно об этой акции узнать, может быть, если кто-то хочет подключиться? Ну, все управляющие компании знают, можно позвонить в администрацию, в наше управление по благоустройству. И обязательно помогут это сделать. Чтобы жители нашего города больше знали о вторичной переработке отходов, развивали экологическую культуру, в Обнинске запланировано открытие экоцентра. Расскажите подробнее, где он будет размещен. На Комарова-1, экоцентр, мы встречались с активистами в прошлом году. Все началось с такой активной политики раздельного сбора мусора. И мы поняли, что, во-первых, необходимо пространство, где это делается. Во-вторых, нужно место, где можно было объяснять, а как это правильно делать. Потому что оказалось, что это очень непростая наука. И нужно точно знать, как сортировать, как подготавливать, какой вид мусора может быть переработан, какой нет. Поэтому уже отыгран конкурс. Мы выделили финансирование города на то, чтобы провести ремонт. Определился подрядчик. Работы начнутся в ближайшее время. Два месяца на ремонт, и мы получаем экоцентр, где наши активисты-экологи смогут вовлечь в свою политику, религию и в свое мировоззрение больше и больше людей. Тем более, что очень активно в это включается молодежь. Для нас это очень важно и радостно. Очень активно работает Обнинский молодежный центр в этом направлении. Но в данном случае уже будет место, где можно и проводить и раздельный сбор мусора, а с другой стороны объяснять людям, как это делать правильно, и проводить какие-то другие экологические мероприятия. Насколько я знаю, возле экоцентра на проспекте Ленина будут установлены необычные для Обнинска эко-скамейки. Расскажите, что это? И около экоцентра, и на Ленина, напротив 51 микрорайона. Если вы помните, в прошлом году жители просили установить скамеечки, лавочки на Ленина, около 51 микрорайона. Это очень хорошо было воспринято и пользуется большой популярностью. Потому что приятно в хороший летний вечер, день провести время именно на Ленина. Но с другой стороны города этих лавочек нет. И люди спрашивают, а можно и там поставить вот эти лавочки? Потому что у нас теперь большой променад по Ленина до Кривского, и иногда хочется остановиться, посидеть, поговорить. И мы подумали, что мы обязательно поставим в этом году лавочки, но решили, что лавочки, которые мы поставим, будут из переработанного в торсырье. Поэтому это эко-скамейки. Это эко-скамейки, это будет эксперимент. Мы посмотрим, как это будет воспринято горожанам и как это войдет. Но еще раз говорю, для нас очень важно, чтобы мы не только собирали мусор, но мы и могли показать, что вот он работает, вот он используется. Потому что на самом деле, возвращаясь к покрышкам, все эти покрышки, которые собраны, они тоже не просто вывезены и закопаны, они пойдут на вторичную переработку. То есть забрала компании, которые занимаются вторичной переработкой этого сырья. Поэтому мы с вами не только очищаем город и складываем это где-то в другом месте, мы используем эту вторичную переработку, тем самым сохраняя нашу природу. Продолжая тему экологии, предлагаю перейти к нашей реке Протва. Какие планы у города по благоустройству и развитию прибрежной территории и участвуют ли горожане в наполнении этой природной зоны отдыха? Вы помните, что в прошлом году именно дети выступили инициаторами, что нужно благоустроить территорию вокруг реки. И это был проект, выбран горожанами как самый лучший. И жители Омнинска сказали, мы хотим именно Протву. Очень большая площадь, трудно подступиться сразу ко всему и заложить тоже финансирование в бюджет. Но смотрите, если в прошлом году мы начали убирать территорию, проводили субботники, в этом году субботники продолжились, там же на Протве прошли тоже чистые игры. Мы в этом году в июне до конца июня месяца будет подведено электричество на парковку. То есть у нас наконец-то появится свет, где можно будет приехать, оставить машину. И дальше это точка входа дальнейшего развития. И мы начали сейчас уже расчистку тех деревьев, которые сломаны, которые, например, кустарник вырос вдоль Протвы и так далее. То есть мы начинаем с вами подготавливать территорию, ее формировать, чтобы следующее делать потом шаг. Потому что нам нужно с вами понять, вот мы пришли, например, к парковке, у нас появилось освещение. А как оно пойдет дальше? Потому что чтобы вся эта территория заработала, нам нужно будет шаг за шагом понимать, а где будут располагаться какие-то объекты, которые наиболее востребованы гражданам. Потому что вспоминают о том, какая была прекрасная лодочная станция, или где, может быть, разместить веревочный парк, или еще какие-то виды активности. Поэтому тоже обращаюсь к горожанам, чтобы узнать, а что бы вы хотели, чтобы было на территории Протвы, какие бы виды активности, в первую очередь, вы хотели бы увидеть. Потому что для нас с вами очень важно формировать план, и шаг за шагом каждый год делать какие-то преобразования, чтобы эта территория зажила и стала активной частью города. Понятно. Татьяна Николаевна, приближается День Мирного Атома. Для Обнинска это всегда важное событие. Расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, приуроченных к этому празднику. В этом году пять лет Дню Мирного Атома. Это региональный праздник, но для Обнинска это очень важный день. Это день запуска 1С. Это и день, когда мы понимаем, что все-таки Обнинск это часть большого атомного проекта. И в этом году, я уже говорила о том, что мы продолжаем благоустройство около Дома ученых, мы открываем аллею атомных городов. В Обнинске появятся звезды тех городов, которые вошли в атомный проект продолжают активно поддерживать такую большую страну, страну Росатома. И мне кажется, не случайно именно в Обнинске появляется такая аллея, потому что Обнинск это родина Мирного Атома, это родина первой АЭС в мире. Большое количество проектов, которые возникло с использованием ядерных технологий, это именно в Обнинске. Кроме того, что это возникло, это продолжает развиваться, и мы гордимся и нашим физико-энергетическим институтом, не в Химии Карповой, и Технической Академии, и МИФИ, и пускай не входящими в орбиту Росатома, но тем же медицинским нашим парадологическим центром, институтом сельхозрадиологии, это все ядерные технологии, которые используются на благо человека. Поэтому будет открытие аллеи, будет, соответственно, форум молодежный, где мы постараемся обсудить основные приоритеты в развитии ядерной энергетики, ядерной медицины. И, кроме того, будет много мероприятий, связанных с нашими городами, с кем мы очень активно работаем, с городами-русатами. Так что 24-го числа — это такой праздник для города, очень важная точка, и очень много мероприятий тоже будет. Но, соответственно, будем всех информировать шаг за шагом по той программе, которая только сейчас увеличивается и увеличивается. Главная тема нашего сегодняшнего эфира — это, конечно, благоустройство, и завершить нашу встречу, хотелось бы снова голосование за выбор территории благоустройства в 2023 году. Кратко. Очень хотелось сегодня рассказать о том, что делается в городе, о каких-то перспективах. Но главное сказать, что будущее города и его облик формируете вы. Поэтому еще раз обращаюсь к жителям. Возьмите телефоны или подойдите к компьютеру, найдите «Две минуты», зайдите на сайт «Загородсреда.ру», выберите Калужскую область, город Обнинск из трех территорий, поставьте галочку там, которая вам больше всего нравится. И мы с вами вместе сделаем наш город еще лучше. Это была программа «Власть». Смотрите нас каждый вторник и четверг на телеканале РБК Обнинск ТВ. Всего доброго, будьте здоровы, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин